Ключевым мероприятием форума Иннопром Казахстан стала пленарная сессия на тему промышленной стратегии нового времени. Она собрала порядка 700 участников, среди которых главы регионов, руководители производственных предприятий и члены промышленных союзов ЕАЭС. О чем говорили на дискуссионной площадке, знает Сабина Рахимбай. Больше 300 предприятий и компаний стран ЕАЭС прибыли сегодня в столицу, чтобы сверить часы по текущей повестке. Форум – это глобальная площадка, где обсуждают новые инициативы и создают новые точки роста. Впрочем, в этом направлении сделано уже немало. Как отметил Алихан Смаилов в своем выступлении, в прошлом году товарооборот между Казахстаном и странами ЕАЭС превысил 29 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. Тенденции наблюдаются и в этом году. За последние полгода товарооборот составил уже 14 миллиардов долларов. Сейчас вектор развития Казахстана направлен на формирование прочного промышленного каркаса страны. Упор правительство делает на развитие обрабатывающего сектора. А именно таких отраслей, как нефть, газы и углехимия, производство автокомпонентов и удобрений, урановая промышленность. В Казахстане проводятся системные реформы, совершенствуются меры государственной поддержки, внедрен проактивный подход к привлечению инвестиций. За последние пять лет объем производства обрабатывающей промышленности вырос в 2,2 раза. Объем проваловой добавленной стоимости отрасли увеличен в 2,3 раза. Производительность труда выросла до 49 тысяч долларов, что более чем в два раза выше среднего показателя по экономике. Продолжая динамично развиваться и машиностроение, в прошлом году в отрасль привлекли рекордные полмиллиарда долларов инвестиций. Для усиления инструментов поддержки создали фонд развития промышленности, который уже профинансировал инвестпроекты больше, чем на 200 миллиардов тенге. В работе проекты еще на 150 миллиардов, отметил Смаилов. Усиливают поддержку и в правовом поле. Для этого Кабмин улучшает подходы в части налогового, бюджетного и регуляторного стимулирования экономической активности бизнеса. В прошлом году законодательно закреплены новые подходы функционирования свободных экономических зон. Основной акцент в их деятельности сделан на обрабатывающий сектор с комбинированным режимом действия. Среди прочего, инвесторам дано право досрочно выкупать арендованный земельный участок, не оглядываясь на сроки действия самой СЭС. Немаловажной составляющей промышленного рывка, по мнению премьера, должно стать и внедрение передовых технологий. События последних лет показали уязвимость глобализации и последствия от разрыва производственных цепочек, когда из-за поставщиков, разбросанных по всему миру, производители оказались в затруднительном положении. Поэтому здесь важно развивать новые ориентиры для инвестпотоков, отметил Алихан Смаилов. К примеру, уделить внимание развитию региональных цепочек добавленной стоимости, а также цифровой трансформации. Это еще один глобальный тренд. В этом направлении уже задействованы парк инновационных технологий, Астанахаб и интеллектуальные центры при высших учебных заведениях. С этим согласен и глава правительства России Михаил Мишустин. По его словам, в условиях турбулентности в мире важно объединить ресурсы. В рамках ЕС уже разработана карта индустриализации, которая включает больше 150 проектов в 25 отраслях на 26 с лишним триллионов рублей. Крайне важно, что в конце прошлого года на уровне глав государств пятерки было решение о создании специального пилотного механизма финансирования промышленных инициатив за счет бюджета Союза. Такая мера ранее еще не применялась. Она начнет действовать после окончательной проработки согласования всех существенных условий. Но что главное, в кооперационных проектах должны участвовать предприятия не менее трех стран. И критерии отбора планируется утвердить у нас в октябре на заседании Евразийского межправсовета. Плоды проектов международного уровня уже есть. В новой индустриальной зоне города Сарань, Карагандинской области, построены десятки предприятий с участием стран ЕАЭС. Трудоустроены около 6 тысяч человек. Например, вместе с Татнефтью строится шинный завод. Планируется, что до конца года выйдет первая продукция. Наряду с этим реализуются крупные проекты. Заводы по выпуску прямошовных труб. На специализированных сессиях участники форума говорили о транспорте будущего, о импорте промышленных мощностей, инновациях, металлургии и чистых технологиях в энергетике. Сабир Химбай, Серег Кунербаев, Хабар 24.